Джейнбеков подписал закон, предусматривающий механизмы привлечения к ответственности экс-президента. Президент Соренбай Джейнбеков подписал закон Кыргызской Республики о внесении изменений в закон Кыргызской Республики, о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата главы государства. Как отмечается, закон принят Джорг Кукинешем 4 апреля 2019 года. Авторы документа Курман Кулзулушев и Ицхак Масалиев предлагали исключить из закона о гарантиях деятельности президента норму о неприкосновенности экс-главы государства. Но на стадии второго чтения норму решили не исключать, а доработать в части механизмов привлечения к ответственности. В частности, если президент подпишет закон, экс-президент может быть привлечен к уголовной ответственности после лишения его статуса, которого он может быть лишен только на основании выдвинутого Джорг Кукинешем обвинения в совершении особо тяжкого преступления, подтвержденного заключением генерального паркурора. Статус экс-президента Кыргызстана имеет Роза Утунбаева и Алмазбека Тамбаев, Аскара Каев и Курманбек Бакиев после революции были лишены этого статуса. В Бишкеке задержали экс-председателя правления Айлбанка Мурата Акимова. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Уголовное дело, связанное с его деятельностью, в банке расследует управление ГСБ по Бишкеку. В пресс-службе ГСБ пока не комментирует задержание банкира. В Бишкеке ночью полностью сгорели кафе «Деревяшка» и зоопарк «Живая экзотика», расположенные в парке имени Панфилова. Об этом сообщает МЧС. Сообщение о возгорании на пульт 101 поступило 16 мая в 12 часов ночи. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены четыре пожарных расчеты МЧС Кыргызской республики. В 2 часа ночи пожар был локализован, ликвидирован в 3 часа ночи. Причина пожара выясняется. В Кыргызстане запустят новый сотовый оператор «Салам». В течение месяца он заработает. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства. Премьер-министр Абулгазиев провел совещание с руководителями фонда по управлению с государственным имуществом Государственного комитета информационных технологий и связи Альфа-Телеком и Кыргыз-Телеком по вопросу урегулирования спорных вопросов по сотрудничеству между Альфа-Телеком и КТ-Мобайл. По итогам встречи было принято решение, согласно которому Альфа-Телеком продолжит сотрудничество по совместному использованию частот с КТ-Мобайл, который является дочерней компанией Крыгс-Телеком. В рамках данного партнерства в ближайшие месяцы запланирован запуск проекта по созданию виртуального оператора, для которого Альфа-Телеком выступит опорным оператором, предоставив собственную техническую базу.